Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые водолеи. Сегодня посмотрим с вами прогноз событий на декабрь 2018 года. Месяц будет довольно неординарный. Вам выпало аж два старших аркана. А это значит, что не всё будет зависеть только от вас. Но начнём по порядку. Первая у нас сфера – это сфера работы бизнеса. Здесь выпал старший аркан мир. Карта говорит о завершении. Переходе от одного этапа к другому. Кому-то из вас пришло время сделать решительный шаг. Либо пойти на повышение или уволиться и уйти на новую работу. Или открыть свой бизнес. Вообще карта, как правило, предвещает положительные моменты. Поэтому велика вероятность получения заслуженного признания, бенефитов, бонусов, получения награды. И это будет как итог вашей работы. Итог затраченных вами усилий. Декабрь – это время для вас новых идей, новых достижений, нового старта. Очень велика вероятность найти себе дело по душе и признанию. Прислушайтесь к себе и воспользуйтесь этим. По крайней мере, такое желание в этом месяце вас будет очень мотивировать. Мотивировать на изменения своих карьерных целей. Что же касается безработных водолеев. Вас, дорогие мои, обстоятельства тоже подведут к изменениям. Они заставят вас оставить в прошлом свои намерения и, как говорится, устремить взор на другие направления. Вот как-то так. Идем дальше. Следующая у нас сфера – деньги. Здесь выпал старший Аркан Шут. Ох, у вас не все просто, друзья. Можно предположить, что либо вопрос денег для вас в этом месяце будет на последнем месте, либо вообще не будет волновать. Причины могут быть разные. Может, у вас достаточное накопление, и в декабре вы решите посиборитствовать. Либо важнее станут высокие цели. Ну и третий вариант – возможно, какая-то легкомысленность на вас нападет. Некоторых же водолеев неожиданно настигнет вспышка озарения. Что, в общем-то, свойственно для вашего знака. И эта вспышка, она кардинально заставит вас пересмотреть свое отношение к деньгам. Пересмотреть отношение к способам их зарабатывания. Также придет ясное понимание, где их можно заработать. Но будьте осторожны, дорогие друзья. Будьте осторожны. Есть риск, как остаться без денег. Но есть и плюс. Есть шанс неожиданно заработать кучу бабла. Так что, милые мои, слушайте свою интуицию. Она вас не подведет. Также карта дает и совет. Ежели деньги у вас есть, то не увлекайтесь особо тратами. Можете спустить все, ну, чисто под ноль. Так что смотрите в оба. Что еще? Для некоторых водолеев декабрь станет своего рода переходом на новый уровень заработков. Возможно, кстати, рисковых заработков. Может произойти полное обнуление старых источников дохода и появление совершенно новых, которых раньше у вас никогда не было. Может, даже вы и подумать не могли, что этим можете зарабатывать. Для кого-то это могут быть доходы от начатого бизнеса. Это я про новые виды заработков говорю. Для кого-то получение зарплаты в долларах, в евро. Кто-то выиграет в лотерею. Кто-то начнет получать пенсию. Кто-то перейдет на содержание партнера. Получит первые дивиденды. Ну и другие разные варианты. У каждого они будут абсолютно свои. Вот такие сюрпризы несет эта сфера в декабре 2018 года. Идем дальше. Любовная сфера. Здесь у нас выпало восьмерочек мечей. Ну, карта ограничений. В основном внутреннего характера. Вполне возможно, что события по работе, вот по карте мир, допустим, да, в денежной сфере, по карте шут, ну, будут отвлекать вас от личной жизни. Заставят вас как бы отгораживаться от близких отношений. Отгораживаться от партнера. В общем, что-то будет вам мешать свободно вести себя со своей половиночкой. Или знакомиться с новыми партнерами. Для имеющих пару в декабре может случиться ситуация недопонимания. Игры в молчанку. Какие-то обстоятельства не позволят активно взаимодействовать друг с другом. Либо заставят подчиняться партнеру. Вопреки вашему желанию. Либо ваше внутреннее состояние будет мешать вам проявлять свои истинные чувства. Кстати, не исключено, что в таком положении может оказаться ваша половинка, а не вы. Это он или она будут испытывать такие душевные эмоции и переживания. Что касается свободных водолеев. При появлении нескольких партнеров, вы можете ощутить проблемы выбора. Какого партнера выбрать и с кем остаться. Так же не исключено, что ваше внутреннее состояние будет мешать вам знакомиться. Или близко сближаться с человеком. Доверять ему. Уверенно входить в новые отношения. Причиной может быть как и негативный опыт прошлого. А может просто ваши какие-то комплексы. Но скорее всего влиять будут обстоятельства. По работе. Много будет работы. Могут мешать и заботы о родственниках. А может просто такое самочувствие у вас будет. И все тут. Мало ли чего может мешать. Вот как-то так. На этом я, дорогие мои, заканчиваю трактовочку прогноза на декабрь. Мне остается только поздравить вас с наступающим праздничком. И пригласить вас на годовой прогноз на 2019 год. Я надеюсь, что скоро займусь этим волнующим процессом. Так что посматривайте, посматривайте за моим каналом. И напоследок до новых встреч, дорогие мои друзья. До новых встреч на канале Татьяны Шамановой.